Одесса готовится отпраздновать свой 224-й день рождения. Одесситов и гостей города ждет разнообразная программа. И уже понятно, что празднования эти выльются в городской казне, что называется, в копеечку. В свой 224-й день рождения Одесса получит множество шоу, торжественных мероприятий и прочих развлечений, на что придут поглазеть не только горожане, но и многочисленные гости города. Вот наша мэрия даже готовится отметить приезд в Одессу 3-миллионного туриста. Причем, кто именно вел подсчет и выяснял, что именно сей гражданин станет юбилейным со многими нолями, никто не знает. А может, на самом деле никто и не считал, просто так ткнут пальцем. Зато чиновники явно посчитали количество денег, которое нам обойдется праздник нашей одесской жизни. Ведь кроме номеров всяких самодеятельных коллективов, а также выступления со сцены самого Геннадия Труханова, которое пройдет, так сказать, бесплатно, чем-то придется оплатить приезд таких крутых, в смысле цены исполнителей, как Настя Каменских и Макс Барских, которые собираются выступить перед публикой на традиционном концерте на Потемкинской лестнице. Сумма, в которой обойдется городской казне выступления знаменитостей, так и осталась не озвученной. Хотя понятно, что за пирожок и стакан чая ведущие артисты нашей украинской сцены петь не будут. Зато стало известно, сколько будет потрачено на праздничный фейерверк. Как пишет издание 048, день города в Одессе устроит фейерверк на 499 тысяч гривен. Соответствующее решение мэра города уже опубликовано на официальном сайте городского совета. Вы скажете, ну и что такого? Ну, пол лимона на огоньки в небе. И с этим не поспоришь. Смущает другое. Вот черным по белому значится, что сам салют с фейерверком обойдется в 180 тысяч. Услуги пиротехников, которые будут празднично салютовать, еще 120. И, наконец, тадам, оставшиеся от пиротехников и фейерверков деньги, 200 тысяч гривен, будут потрачены на представительские услуги, в частности, на проживание. И вот тут вопрос, конечно, интересный. Проживание кого, собственно? Как замечает 048, 199 тысяч гривен и 30 копеек потратят на проживание. Чье и где проживание? А также, как это проживание связано с праздником? И нет ли у нас, случайно, пиротехников, проживающих в Одессе, не сообщается. Ну, с другой стороны, то, что некоторые в нашей мэрии у нас способны прожить и проесть любую сумму из городской казны, уже ни для кого не секрет.